Позади первая неделя сентября, ее главным событием, конечно, стала 1 сентября, День Знаний. В Леневских школах торжественные линейки прошли практически одновременно. Мы смогли поприсутствовать лишь на двух из них, в первой и четвертой школах. Для начала общие цифры. Специалисты отмечают снижение количественных показателей. Первоклассников, поступивших в этом году в Леневские школы, меньше, чем в прошлом. 233 ребенка. Выпускников 11 классов 65. Гимназия в свое братство приняла 32 первоклассника, а самых старших, 11-ти классников, здесь 12. 14 в первой школе, 16 в третьей, 23 в четвертой. Она самая крупная, и первоклассников здесь больше всего 75. Чуть меньше в третьей школе, 73. За парты первой Леневской школы впервые сядут 53 первоклассника. Я сердечно поздравляю всех ребятишек, которые первый раз идут в первый класс. Их родителей, бабушек, дедушек. Очень, очень хочу, чтобы вы все хорошо учились, потому что учение – это свет, а не учение – тьма. К сожалению, у нас это сейчас очень актуально. Читайте больше книг, увлекайтесь разными дополнительными образованиями и вырастите настоящими, порядочными людьми. Торжественные линейки, собирающие весь школьный народ вместе, в этом году, как и в прошлом, по понятным причинам отменили. Официально и торжественно поприветствовали только тех, кому этот день знаний запомнится на всю жизнь. Речь, конечно же, о первоклассниках и выпускниках. Первая Леневская школа славится своим военно-патриотическим воспитанием. Чему здесь можно научиться помимо общих наук, малыши увидели сразу из показательного выступления военно-патриотического объединения «Защитник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Школьная семья здесь особенная. Немного оглядевшись, первоклассники это поймут. И тогда придет решение остаться в общеобразовательном классе или стать кадетом, юнормейцем. В любом случае, они уже школьные любимцы. Всем успехов, получения новых знаний, новых впечатлений, поиски новых друзей. И желаю вам самых-самых счастливых минут в стенах нашей школы. Поздравляю вас, ребята, поздравляю родителей, поздравляю педагоги. Ну а сейчас хотелось бы вручить благодарности и грамоты педагогам, которые в летний период активно участвовали во внеклассной деятельности. Благодарность вручается Попову Сергею Александровичу, руководителю команды «Защитник» за активное участие во втором региональном профильном сборе по стоп номер один. И благодарность вручается Екатерине Сергеевне Курепиной за участие в областной профильной смене юноармейц, посвященной пятилетию создания Всероссийской детско-юношеской военно-патриотического движения юноармии. Гости, которые пришли сегодня к нам праздник, тоже с удовольствием упоминают свои школьные годы. Как они волновались, впервые переступая порог школы, как получали двойки, пятерки, как дружили, как первый раз влюблялись. Они помнят своих одноклассников и учителей. Школа – наш второй дом, дом, в который часто приходят гости. Поздравляю вас с началом нового учебного года. Пусть он будет невероятно интересным, увлекательным и успешным для каждого из вас. Пусть каждый день будет ярким, наполненным интересными событиями и новыми увлекательными открытиями. Весь и в себя, и всегда стремитесь к новым достижениям и победам. И хотелось бы от имени администрации Леневской детской школы искусств сказать огромные слова благодарности Ирине Анатольевне и всему коллективу этой школы за проявленное радушие, гостеприимство, благодаря которым мы смогли, несмотря на наш ремонт в прошлом году, завершить успешно прошлый учебный год. Огромное-огромное вам спасибо. Спасибо большое. Прошедшее лето было одинаково волнительным для самых маленьких и для самых старших школьников. В то время, пока одни мечтательно перебирали новенькие вещи, приобретенные для похода в школу, другие пытались примириться с мыслью, что через год жизнь кардинально изменится. Есть у меня одна мечта, на пять учиться я должна. И вот, когда я подрасту, я в губернаторы пойду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Грязь науку на потом вы не оставляйте. Потом вы отцов с котом побольше вы читаете. Будьте вежливы со всеми. Старшим не грубите. Всех быстрее на перемену. Учаться не спешите. Полюбите физкультуру. Жизнь не пригодится. Скорректировать виду и накачать вам мышцы. Ты должен теперь научиться читать, писать, считать. И все делать на пять. Аккуратен и вежлив быть. Поздороваться. Знакомство со школой всегда интересно. И это не только кабинеты и классы. У каждого образовательного учреждения сформированы свои правила, привычки и традиции. У первой школы, среди прочих, имеется свой собственный гимн, который исполняется на всех торжественных мероприятиях. Здесь нас учат любить и дружить. Здесь нас учат добрый и вы. Здесь мы всегда, когда знаем, семья. У нас учитель, он, она и я. Первая школа наша, первая школа наша. Крепко сжимая букеты цветов, новоявленные школьники ловили каждое слово, боясь пропустить что-то важное. И вот он, самый волнительный момент. Первый звонок. Под звуки школьного гимна первоклассники первыми переступают по рук школы, вслед за сердцем, устремляясь на первый школьный урок. Сердце было и на линейке в 4-й Леневской школе. Там первоклассники произносили ему шутливую клятву ученика. Здесь тоже имеется множество добрых традиций. Например, поднятие трех флагов. Российской Федерации, школы и спортивного. Или подарки малышам от выпускников. В этом году ими стали монеты мудрости. И сегодня мы на торжественной линейке приветствуем наших дорогих первоклассников. Мы рады встретить их, рады принять их в нашу школьную семью. И пусть они сегодня на линейку заходили робкими шагами. Я желаю вам, ребята, твердо идти по дороге знаний. Я желаю вам только интересных уроков, новых открытий, новых встреч, новых знакомств, новых друзей. Я думаю, что школьная жизнь длиною в 11 лет принесет вам много разных событий, интересных, важных. И вы получите много нужных и важных знаний. Дорогие одиннадцатиклассники, я думаю, что ваш последний школьный учебный год будет успешным. Будет, принесет вам удачу. И я хочу, чтобы у вас было много сил, твердости для того, чтобы достичь той цели, которую вы сейчас уже перед собой ставите. Выпускники к последней первосентябрьской линейке готовятся, чтобы оставить школе память о себе. Яркие номера в их исполнении ежегодно становятся украшением всех школьных линеек. Найдете вы на нем все страны, страны особой, о которой мы поем. Наша старая планета, все изужено ко мне. Но страна большая, это словно белое пивно. Пусть в эту страну не идут, не идут поезда. Нас мамы первые приводят за ручку сюда. Дорогие первоклассники, вам посчастливилось попасть в замечательную школу. Теперь она будет вашим вторым домом. Мы принимаем вас в нашу дружную семью. Очень быстро пролетит ваш первый учебный год, и мы весной вновь встретимся с вами, чтобы уже проститься, потому что для нас это последний школьный год. Но это будет весной, а пока нас ждет счастливый год совместной учебы. Мы хотим, чтобы вы полюбили нашу школу так же, как любим ее мы. Стала нам родной наша школа. Десять лет учился здесь наш класс. А теперь, друзья, звонок веселый на уроки позовет и вас. Вам только семь, а нам уже семнадцать. И детство никогда нам не вернуть. Поэтому сейчас хотим признаться, что первочкам мы завидуем чуть-чуть. Желаем им прилежно вам учиться. И никогда о том не забывать. Но школу нашу вы должны гордиться. И честь ее повсюду защищать. Ведь это больше, чем любовь между школой и мной. Давай спеши скорее за партнерей, а трой. Родителям, учителям мы желаем сил. И чтобы учебный год успехи приносил. Ведь это больше, чем любовь между школой и мной. Давай спеши скорее за партнерей, а трой. Родителям, учителям мы желаем сил. И чтобы учебный год успехи приносил. Успехи приносил. Первоклассники в долгу не остаются. Традиционные стихи способны не только растрогать гостей, но и им самим придать уверенности и смелости. Мы с веселыми друзьями в дальношкольном корабле поплывем по морю, знаниям неизведанно на земле. Все домашние задания будут четко выполнять. На урок из опоздания буду утром прибегать. Дома ручку не забуду, и тетрадь, и карандаш. А забыл, где весь я буду. На весь класс, на весь этаж. На уроках обещаю не суметь и не полкать. Если я ответ не знаю, буду руку поднимать. На встрече нового учебного года присутствуют почетные гости. Это социальные партнеры, шефы, друзья школы. Все они рады быть на празднике среди детворы. Лица руководства Новосибирского электродного завода, от себя лично, поздравляю вас с первым сентября, с началом нового учебного года. Желаю ученикам с отличным настроением идти в школу, с энтузиазмом учиться, достигать поставленных целей, стремиться к новым знаниям. Ведь школа – это основной и важный фундамент, состоящий из гранита наук. Этот фундамент, ребята, он определит ваше будущее в дальнейшем. Родителям желаю живого интереса к учебе своих детей, ну и, конечно, чтобы они вас радовали своими знаниями, хорошими оценками. Педагогам школы желаю терпения, желаю чувства юмора для того, чтобы процесс обучения был эффективным. Я поздравляю вас с началом нового учебного года. Самое главное, что хочется пожелать, это, конечно, успехов и к здоровью крепкого, сибирского, которого, наверное, сейчас нам очень-очень не хватает, и чтобы было всегда рядом с нами. Мы очень рады сотрудничать с вами и рады растить вот таких маленьких звездочек, которые учатся и у нас, и у вас, творческие личности. От имени администрации Скетемского района, главы района Саблина Юрия Владимировича, от себя лично, я хочу сегодня поздравить всех вас с замечательным днём, днём знаний с началом нового учебного года. Дорогие первоклашки, хочется пожелать вам, чтобы дорога знаний была для вас увлекательной, интересной, пожелать вам много пятёрок и четвёрок, чтобы вам было уютно, тепло в этой школе. Выпускники, твёрдо шагайте, уверенно шагайте по дороге своей мечты, чтобы у вас всегда рядом были успех и удача. Всем родителям и педагогам радоваться успехам ваших детей и учеников. У вас замечательная школа, и мне хочется, чтобы она стала для всех нас родным домом. Педагоги школы были торжественно награждены почётными грамотами и благодарностями губернатора Новосибирской области, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования Новосибирской области, а также главы Искитимского района. Один из педагогов удостоился нагрудного знака. Нагрудный знак, почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации вручается Белоколенцевой Ирине Анатольевне. Атмосферу праздника помогали создавать творческие коллективы. Их задорное пение ободряло маленьких и заставляло улыбнуться взрослых. На ладошках неба, пляшет облака, В доме запах хлеба и парного молока, Как она прекрасна, милая земля, Боётся наша песня, Мы одна семья. О-о-о-о, только вместе мы большая сила, О-о-о-о, не разлей вода, О-о-о-о, чтобы радость сердце не остыла, О-о-о-о, рядом ты и я. Первый звонок возвестил о начале важного жизненного этапа. Пожелаем всем ленёвским первоклассникам и выпускникам лёгкого пути. Звенит звонок, открылась пола двери, Встречая новичков своих опять, Их голоса подобные нестыклеи, Не сможет здесь никто перекричать. Глаза на мир открыты с удивлением, И сердце как вороку стучит, А рядом мамы смотрят с уменением, Её малыш сегодня первый класс пишет. Звенит звонок, звенит звонок, Звенит звонок, звенит звонок, Открыла школа двери.